Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели! Снова с вами я, Игорь Шаститко, и мы продолжаем, как вы видите, обзоры замечательного телефона под названием Microsoft Lumia 950 XL. Я его активно пользую, активно тестирую в жизни. Вы видели, наверное, у меня на канале, кто подписан, видео, снятое этим телефоном, видео, снятое об этом телефоне. Кто не подписан, напоминаю, что здесь у меня вверху есть плывающие аннотации с линками на другие видео и посвященные Microsoft Lumia 950 XL и другим гаджетам, например, обзорам Windows 10 и его возможностей, обзорам различных планшетов, например, тех, которые на Intel Atom процессорах и тому подобное. Также у меня на канале по выходным дням путевые заметки или хобби. А еще хочу напомнить, что смотрите внизу в описании, у меня идут обзоры того, что называется Remove. Remove это различные умные аксессуары для камер GoPro, которые позволяют вам более эффективно снимать видео и более качественно, собственно говоря, пользоваться камерой. Смотрите внизу в описании, там сразу есть линк на видео с началом конкурса. Вы сможете выиграть себе вот такой вот замечательный микрофон блютузовский, водонепроницаемый, неубиваемый. Я его уже тестировал, звук отличный. Ну а мы вернемся к тому, что называется обзор Microsoft Lumia 950 XL. И меня просили делать видео покороче, меньше материала, просто более подробно об одной функции. И, собственно говоря, это я и сделаю. Мы начнем с функции, которая называется как? Правильно. Action Center или Центр уведомлений по-русски, который есть в телефонах Microsoft Windows 10 Mobile. Итак, что такое Action Center? Все очень просто. Когда вы включаете телефон, вот вы его включили, вот он показывает у вас экран блокировки. И, соответственно, вы выполняете такое вот движение. Это и есть Action Center. Он должен, кстати, быть вот таким вот, который отображает всю полезную или не полезную для вас информацию. Сверху находятся кнопки быстрого доступа к различным функциям. Да, надо разблокировать. С различным функциям телефона. Кстати, в предыдущем видео мы настраивали режим распознавания по взгляду. Офигенный режим. Я только им сейчас и пользуюсь. Только он меня за камерой почему-то не видит. Я только ими пользуюсь. Теперь поднес телефон к лицу. Он сразу тебя узнал. Напоминаю, что это технология Windows Hello с камерой Iris, которая встроена в телефоны Microsoft Lumia 900, 950XL. Посмотрите про систему безопасности. Опять же, напоминаю, здесь сверху всплывающие аннотации. Так вот, возвращаясь к Action Center. Что он из себя представляет? Он вызывается простым жестом. Вот таким вот. Сверху вниз. Напоминаю, на Windows 10 тоже есть Action Center. Он вызывается жестом по правому краю справа налево. Всплывает либо по специальной иконке. Собственно говоря, Action Center представляет из себя две основные части. Первая часть, как вы видите, вот эта. Это часть, которая касается кнопок быстрого доступа, быстрого вызова к функциям операционной системы. И вторая часть, которую вы здесь видите, это, соответственно, упоминание вас в различных приложениях. Уведомление этих приложений. Уведомление о поступлении новой почты. Уведомление о поступлении смс-ок и тому подобное. Кстати, когда сюда приходит смс-ка, вы даже можете отвечать. Они сгруппированы как приложения. Собственно, вы видите почту Outlook, вы видите Xbox. Чувак, что-то мне такое странное прислал, я так и не понял. Вы видите уведомление Facebook. Еще раз хочу сказать, приложения должны сами уметь уведомлять операционную систему о том, что у них что-то произошло. Поэтому, если приложение не умеет этого делать, соответственно, вы не будете видеть этих сообщений с другой стороны. Если часто в игрушках просто хотите, мы вас будем уведомлять, соответственно, вы включаете опцию отображения уведомлений здесь. Какие типы уведомлений бывают, мы еще поговорим. Ну, а вернемся, собственно говоря, к списку. Список можно просматривать. Вот вы видите, что тут произошло. Как вы видите, например, новая активность. Что произошло. Там кто-то написал какой-то комментарий. И так далее. То есть здесь, соответственно, вы можете увидеть. Да, и не забывайте, видите, люди подписываются на канал. Не забывайте подписываться на мой канал. Также, что можно еще сделать. Можно убирать ненужные уведомления, оставляя только те, которые вам нужны. Кроме того, можно, как вы видите, убрать вот таким вот жестом полностью весь блок сообщений. Ну, или почитать, посмотреть, кто кого там позначал. И, опять же, вы можете здесь сразу написать комментарий, если это, опять же, позволяет приложению. То есть, например, SMS, которое вы видите в уведомлении, вы можете сразу ответить. Facebook, который, как вы видите, обрабатывает это сообщение, вы тоже можете увидеть. Ну, и есть кнопочка, которая называется «Очистить все», позволяющая просто убрать все ненужные уведомления. После чего вы можете спокойненько закрыть соответствующую часть уведомлений. Еще одной частью центра уведомлений или экшн-центра является панель с быстрым доступом к функции системы. Обратите внимание, вот она. Тут есть кнопочка «Развернуть» и «Свернуть». Для простоты работы и удобства отображения в меньшей части отображаются только основные кнопки. И, соответственно, полный список вы видите вот здесь вот для, соответственно, быстрого доступа к функциям. Причем, обратите внимание, некоторые функции не представляют из себя доступ к настройкам, да, или параметрам системы, а именно выполнение функций. То есть, если я хочу включить-выключить Wi-Fi, мне не надо эти все параметры Wi-Fi. И, соответственно, здесь выключать или включать сеть. Мне достаточно только вызвать соответствующую опцию здесь. То есть, чтобы вы понимали, не обязательно клик до сюда отправляет вас на Wi-Fi. Клик на сюда выключает Wi-Fi или включает Wi-Fi. Аналогично Bluetooth включает или выключает. Если вы хотите настроиться к какому-то устройству Bluetooth, вам все равно придется выбирать все параметры, двигаться к устройствам Bluetooth, про которые мы еще поговорим, и, соответственно, здесь уже выбирать подключение. То есть, эта панель в панели уведомлений или в центре уведомлений, соответственно, больше служит для того, чтобы включить или выключить какую-то базовую важную функцию, необходимую для работы. Например, изменить быстро параметры яркости экрана, включить-выключить, кстати, фонарик, включить режим экономии заряда, подключиться сразу к внешнему экрану. Опять же, напоминаю, что вот здесь вверху есть плывающие аннотации, в том числе работа с внешними экранами. Есть видео, посвященное Miracast. Посмотрите, выполняется подключение так же, как это делает и обыкновенное устройство. Плюс, опять же, напоминаю, имеется в виду обыкновенный планшет Windows. Плюс, напоминаю, возможность Miracast используется и при работе с тем, что называется Continuum. Не обязательно иметь такой док. Если вы имеете телевизор с Miracast или устройство Miracast, трансляции, когда телефон, поддерживающий Continuum, сможет транслировать и беспроводной режим. Но мы отступили от темы. Опять же, вы можете включать-выключать все необходимые функции. Ну и самое главное здесь функция «Все параметры». Соответственно, мы переходим к настройкам. И первая, самая важная часть настроек – это настройка панели уведомлений. Вот она здесь также присутствует. То есть, после того, как вы настроили телефон под себя, настроили безопасность так, как она должна быть, вы приходите и настраиваете, соответственно, панель действий и уведомлений, так как вам удобно. Это одна из опций персонализации системы. Ну и сейчас мы посмотрим, что здесь можно настроить. А настроить здесь можно много чего. Как вы видите, опять же, вот быстрые действия. Те первые пять, которые отображаются, если вы не разворачиваете все, соответственно, они здесь, здесь камера. Ну, считается, что вы будете вызывать ее часто. Ну, тут есть кнопочка, но в других системах нет. Но все равно, даже независимо от операционной версии телефона, операционная система показывает, by default, по умолчанию, кнопку камеры. А здесь также включение-выключение Wi-Fi, включение-выключение Bluetooth, не подключение. И вращение экрана. Вот вращение экрана я никогда не понимал, нафига оно мне здесь надо. И намного полезнее будет либо, например, для меня режим в самолете, либо режим фонарика или яркости. Хотя сейчас, когда я пишу все эти видео, я стараюсь яркость держать на 100% и не забывать переключаться. То есть, таким образом, мы быстро из вот тех вот всех действий выбрали, что нам надо. То есть, теперь мы здесь видим фонарик. Собственно говоря, режим блокировки экрана, вот он ушел в сторону. Так что у нас, как вы видите, все удобно и хорошо. Далее следуют вещи, которые тоже стоит знать. И они относятся даже больше к конфиденциальности или к вашей личной безопасности. Обратите внимание, отображать уведомления в центре уведомлений, когда телефон заблокирован. Отображать или не отображать. Отображать уведомления на экране блокировки. Смотрите, в чем особенность такой работы. Мы выключаем эту вещь, выключаем телефон. Включаем телефон. Что мы здесь видим? Правильно, мы ничего не видим, потому что телефон заблокирован. И в таком вот варианте получается, что никакие уведомления не будут видны. То есть, любой посторонний человек может подойти, открыть и спросить. Вау, а что это тебе, Сережа, какая-то девушка Оля пишет в Facebook или еще куда-то? Если не хотите таких вопросов, соответственно, включайте эту опцию. Другая опция, отображать уведомления на экране блокировки, имеется в виду всплывающие уведомления, которые, собственно говоря, так называемые баннеры работы. Плюс последняя опция, это будильники и напоминания на экране блокировки. То есть, вот это, если вы не хотите, чтобы весь список, вот я специально тут поудалял, а потом пришлось прислать себе пару сообщений. Вот это вот не было видно, когда сделают вот так. То есть, смотрите, вот телефон выключен, вот его включили, он же заблокирован. Вот теперь его не видно. Вот теперь это правильно. То есть, в таком режиме это правильный подход к безопасности. Еще раз уведомления и действия. Но мне нечего скрывать, поэтому я, собственно говоря, ставлю как есть. Если не хотите всплывающие уведомления, например, там WhatsApp, Skype и тому подобное, внезапно вам прислали какое-то уведомление, здесь появляется синий баннер. Вы можете отодвинуть его и так далее. Именно на экране блокировки. Когда телефон разблокирован, он будет, да. Ну, сейчас разберемся, когда его не будет. Включаете или выключаете. И напоминание, соответственно, тоже. Ниже следует список всех программ, которые зарегистрировались. Использовать центр уведомлений, экшн-центр для работы. Соответственно, вы можете включать-выключать работу всех приложений целиком. Например, я не хочу, чтобы Facebook вообще спамил в центр уведомлений. Или хочу. Или не хочу. Или хочу. Ну, вот такое у меня настроение. Или я знаю, что могут быть вопросы, поэтому не хочу. А когда не будет вопросов, хочу. Соответственно, с другой стороны, если вам действительно нужно получать уведомления, вы хотите увидеть, да, соответствующие вещи. Соответственно, уведомления показывать или не показывать списки. Баннер, всплывающий баннер вот здесь о том, что уведомление пришло. И обратите внимание, тот же параметр, который касается настройки. Вот, сохранять приватность уведомлений на экране блокировки. Соответственно, в этом случае, если вы включили вот этот вот режим, всплывает баннер, пишет в Facebook сообщение. И на экране блокировки у вас просто в Facebook сообщение, даже когда кто-то отодвинет, даже если у вас включены уведомления для других программ, здесь этого не будет. Ну и, соответственно, вибровызов и звук уведомления, когда оно всплывает. Таким образом, вы можете пройтись по всем-всем-всем своим настройкам и включить-выключить все, что считаете нужным. Для двух разных сим-карточек здесь будут два разных звука. В данном случае у меня пока одна сим-карта стоит. Я до Украины доеду, активирую следующую украинскую. Ну и так далее. Так что выбор у вас большой. Ну и, кстати, о звуке мне тут закидывали, что я пропустил разговор о звуке. Где же мой звук? Опять же, он у нас в персонализации. Звуки вот, пожалуйста, выбираете звук. Включаете-выключаете выбровизов. И также включаете-выключаете там различные действия. Но в основном, еще раз, вы управляете звуком приложений уже в настройках центра уведомления. Можете под каждое устройство сделать свой звук. И когда приходит сообщение того или иного приложения, сделай там чихание, ку-ку-канье, хихиканье. Что душе пожелает. А я буду прощаться. Надеюсь, я был достаточно краток и достаточно подробен о том, что называется центр уведомлений. Уведомление действия, как это настраивается и чем это полезно в Windows 10 Mobile. Еще раз напоминаю, что здесь вверху всплывающих аннотациях, там внизу в описании к видео есть линки на другие обзоры Microsoft Lumia 950 XL, Windows 10 Mobile, Windows 10. Различных планшетов под управлением Windows 10 не только. А также напоминаю, что у меня сейчас на канале идут обзоры того, что называется Remove R1 и Remove M1 Plus A1. Это специальный Bluetooth микрофон, водонепроницаемый, крутой для работы. А это устройство, которое позволяет удаленно управлять GoPro. Тоже водонепроницаемая, тоже крутая. И одно из таких устройств, а именно вот это вот, другая, вторая запечатанная коробочка, разыгрывается сейчас на канале, так что можете посмотреть. Опять же, внизу, сразу в описании к видео, есть ссылка на первое видео из серии этого конкурса, обзора в Remove. И, соответственно, послушать условия конкурса. Кстати, это видео тоже будет попадать под условия конкурса. Условия очень простые. Вы подписывайтесь на мой канал, вы шарите видео где-то в социальных сетях, на блогах, в форуме и, соответственно, публикуете в комментарии линк на свой пост, где содержится линк на данное видео или предыдущее видео, посвященное Remove. И ждите на канале много видео, посвященных Remove и вообще снятие видео с использованием GoPro. И, конечно же, не забывайте ставить лайки этому видео, писать комментарии. Надеюсь, я все-таки уложился во время и как-то исправился с точки зрения длительности видео. Подписывайтесь, шарьте и это видео просто так, в социальных сетях, среди друзей. И не забывайте заглядывать на сайт Remove, не забывайте заглядывать на мой блог и так далее. Здесь, кстати, сбоку всплывают описания. И всем, конечно же, счастливо, всего хорошего. Пока. Не забудьте вот здесь вот буковка И. Еще есть там опрос, что бы вы еще хотели увидеть про Microsoft Lumia 950 XL. И эта неделя, это будет продолжение настроек Microsoft Lumia. А также, кстати, посмотрите, я снимаю при помощи Microsoft Lumia различные видео. Сейчас, следующие выходные, а именно, получается, 12-13 я еду в поездку. Я буду снимать видео при помощи этой камеры тоже. И буду ехать назад, где-то числа 20-25, и через всю Европу. И буду тоже снимать обзоры при помощи камеры Microsoft Lumia 950 XL в том числе. Теперь уже точно удачи. Пока. Ставьте лайки.